Сегодня же и Андрей Артизов, и представители архивных служб российских регионов оценили новое архиво-хранилище с профессиональной точки зрения. О современных технологиях и классических подходах к сохранности и использованию документов в нашем сюжете. Этого события архивисты Чувашии ждали очень долго. Помещение на улице Уруково в Чебоксарах выделили еще в 2003 году. Реконструкцию начали было и приостановили. И лишь в последние годы из бюджета республики целенаправленно выделяли средства на завершение работ. Нехватка финансирования – беда всех региональных архивных служб. Поэтому порадоваться за коллег приехали старые друзья и партнеры. Любое открытие дверей в архиво-хранилище для любого из нас, тем более архивистов, это праздник. А с архивистами или с историками республики Чувашия, Подмосковье, я представляю центральный федеральный округ, представляю Московскую область. У нас давняя длительная дружба, у нас очень много совместных проектов. Главное, что отличает новое архиво-хранилище от всех предыдущих – наличие специализированных помещений для реставрации, микрофильмирования документов. Современное оборудование позволит следить за температурным, световым и влажностными режимами, что имеет решающее значение для лучшей сохранности документов. Очень интересное оборудование для лаборатории, причем сделанное недорого, но хорошо и прочно. Мы для себя даже сфотографировали и будем у себя внедрять такой же. Чтобы не говорили, но в наш век интернета и электронного документа оборота, исторические источники на бумажной основе не теряют своей важности и значения. Новое помещение поможет архивистам не только обеспечивать сохранность документов, но и более активно вводить их в широкий научный оборот. Читальный зал, куда будут приходить пользователи архивных документов, создает все комфортные условия для работы. Локальная вычислительная сеть здесь есть, возможности для цифровки архивных документов и справочного аппарата, то есть поисковых систем, которые помогают найти нужную информацию. Они появляются новые, и это дает возможность выставлять наиболее интересные документы и поисковый аппарат весь в интернете. Помимо научного использования, архивный фонд имеет большое социальное значение. От сохранности грамотного использования документов по личному составу зависит порой, если не судьба, то как минимум благосостояние отдельного человека. Тут документы хранятся практически на 75 лет. Для чего? Для того, чтобы, когда у человека есть какая-то необходимость, чтобы они могли прийти сюда и получить соответствующие документы. При начислении пенсии, я помню, я когда еще руководителем хозяйства работал, у нас тоже не сохранились документы 60-х годов. Там снимались свидетельские показания. Кто-то уже не остался живых. Они не могли просто восстановить. А это же целая проблема для отдельно взятого человека. Сегодня, конечно, ситуация, она другая. Новые архивы хранилища рассчитаны минимум на 730 тысяч единиц хранения. Это значит, что в ближайшие лет 30 у специалистов не будет болеть голова о дополнительных площадях. Елена Гальперина, Россель Мухаммедов, Республика.